У православных Абхазий большая радость. В Сухумском кафедральном соборе все желающие могут приложиться к частицам мощей Николая Чудотворца. Также сюда доставили и другие святыни, мощи великомученика Георгия Победоносца и святого праведника Федора Ушакова. В Абхазию мы привезли святыни, которые являются вселенскими святыми. Это святая мученица Анастасия Узросшительница и святой мученик Ванифати. Кстати, в этом году исполняется 1725 лет с рождения мученика Ванифати, великого святого, которому весь православный мир молится в таких тяжелых недугах, но которые для всех действительно бывают тяжелыми, действительно недугами. Это как в алкоголизме молятся ему, в наркомании, во всех тех маниях, которые человеку присущи по жизни. В Абхазию эти мощи привезли не случайно. Здесь очень много верующих, здесь очень много величайших святынь, как мы знаем. Здесь находился Ян Златоуст, здесь находятся пещеры Симна Канонита, здесь величайший Новоафонский монастырь. И поэтому это наш дар в преддверии Рождества, чтобы здесь было такое Рождество с этими святынями. Игумен Кафедрального собора отец Афанасий называет акцию фонда святого Ванифати даром, неспосланным свыше, и приглашает всех православных верующих прийти и поклониться святым мощам. Всем известно, что святой Николай всем везде помогает, и на суше, и на воде, и в воздухе. Помощник всегда призывающим помогает. Мученица Анастасия молится, те, кто в темницах, в вузах неправедного собора. Мученика Уанифати молится от пьянства, от страсти, пьянства, блуда. Он очень помогает в этих немышлях. С утра в Дранском Успенском монастыре состоялся молебен, обращенный к святой Анастасии у зарешительницы. Именно там сейчас находятся мощи Георгия Победоносца. Также был отслужен молебен в Дранском СИЗО. В течение месяца мощи провезут по всем уголкам республики, чтобы все православные верующие имели возможность приложиться к ним. Илана Казамба, Турник Амичпа, Абаза ТВ.